Добрый день, дорогие друзья! Это очередной обзор всех главных новостей за прошедшие сутки. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Главное, самая обсуждаемая история этого дня, выступление Маргариты Симоньян. Гражданка сделала потрясающего идиотизма заявления. «Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории термоядерный взрыв, имеется в виду над территорией, где-то в околоземном космическом пространстве, то ничего не будет на Земле, ничего такого страшного, ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — сказала она в программе ЧТД. «По ее словам, ядерный ультиматум станет ключом к решению военного конфликта на Украине. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно, пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся, и будут инструкторы и инструктора, и ракеты дальнего действия, и истребители», — добавила она. «Мол, мы делаем где-то там взрыв на орбите». «В целом, ничего страшного, просто выходит из строя вся техника. Мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, средства связи, военного назначения, техника в самолетах, вертолетах, подводных лодках. Ого! Мне кажется, мягко говоря, что Симоньян здесь не владеет материалом. За последние 50 лет все начали делать из абсолютно ненадежных материалов, но в военной сфере как раз рассматривают варианты и защищают оборудование от такого рода атак. Вы наверняка помните знаменитый инцидент в Черном море, когда зашел большой корабль американский Дональд Кук, если я правильно помню, это был именно он. К нему подлетел российский истребитель, крылышками помахал, включил средства радиоэлектронного подавления. На борту американском все вышло из строя, американцы наделали в штаны эту историю. Тысячу раз пересказывали наши пропагандисты, мол, как сильна российская армия, какие у нас уникальные средства, ну и где они сейчас. Я до сих пор не понимаю, эта история была фейком. Почему сейчас мы так не можем сделать? Или они за эти там 5 лет настолько изменили свой подход к защите оборудования? Ну то есть, Симоньян, вот нахрена делать такие заявления? Причем с точки зрения закона к ней не придерешься. Потому что она сказала, «Кабы, добы, да если бы». Вот в теории говорит, «Если бы мы где-нибудь что-нибудь там сделали», она же не говорит, «Давайте, Владимир Владимирович, срочно долбанем ядеркой над Сибирью». Нет, этого не было. А уровень общих знаний, я бы сказал, общефизических, общеастрономических, ниже Плинтуса. Ну то есть, как эта вся ударная волна в космосе, в безвоздушном пространстве, должна достать до Америки, до Австралии? Как? Как она повредит проводному интернету? Как она повредит стационарным компьютерам? Обсуждать здесь смысла нет, кроме того, что такие огромные деньги выделяются вот этим звезданутым пропагандистам. В нашем телеграм-канале опубликованы строки бюджета, сколько денег конкретно будет получать Соловьев, Скобеева, Первый канал и разные другие, производители контента. Это миллиарды рублей. На это в бюджете деньги есть. Генерал армии Сергей Суровикин, не так давно замеченный в составе делегации Минобороны в Алжире, объявился в Москве. Когда увидевшие его вместе с семьей в одном из подмосковных храмов журналисты попытались выяснить, где теперь служит генерал, тот в категорической форме отказался. Вы представляете, как, друзья, Сергей Суровикин вернулся в Россию. Журналисты пытаются его спросить, где же вы теперь, как же вы там, Сергей Светоч наш, что с вами происходит, расскажите. Почему наш народ, наше общество опять считают за идиотов? журналисты журналисты случайно оказались в храме, чтобы бегать вокруг Суровикина, фотографировать его и брать интервью. Если это реально верующие журналисты, которые ходят в церковь, вряд ли они стали на религиозной, на культовой территории бегать с камерами. Если же это не верующие журналисты, то чего они делали на этой территории? Попахивает какой-то липой. Из Суровикина, мне кажется, начинают искусственно лепить политическую фигуру. Типа, вы посмотрите, какой, какой мужчина, какой молодец. Группа десантная ВСУ пыталась проникнуть на территорию России на быстроходном военном катере и трех гидроциклах со стороны мыса Тарханкут. Об этом сообщили в Минобороны России. Попытка проникновения была пресечена действиями самолетов военно-космических сил. За ночь был уничтожен 31 беспилотник над Брянской, Белгородской, Курской областями. Десантная группа 13 человек. Только во вчерашних сводках, друзья, кто не видел вчерашние, позавчерашние, позапозавчерашние сводки, я настоятельно вас призываю, рекомендую, смотрите их сериями. У вас сложится объемная, многогранная картина того, что происходит. Только вчера мы обсуждали опасность, которая грозит Крыму. Мне кажется, правдоподобная версия Анатолия Ширия, несмотря на все там, на всех вопросах Ширию, довольно правдоподобная версия того, что Украина может готовить высадку, масштабную высадку, в числе нескольких тысяч человек в Крыму. То, что мы наблюдаем сейчас, выглядит как прощупывание, как подготовка. Я ни разу не удивлюсь, если там через 20 лет мы будем читать мемуары, окажется, что в эту ночь один десантный корабль, катер, потопили, а в двух других местах высадились, отметились и уехали. Их даже никто не заметил, я ни разу не удивлюсь. Собчак заявила, проверки в отношении Адама Кадырова, который на видео избивают Никиту Журавеля, нет, и кажется, не будет. Пресс-служба дала максимально жалкую и глупую отписку из возможных. То есть, да, Следственный комитет ответил на вопросы редакции Осторожной медиа в связи с избиением Никиты Журавеля в Грозненском СИЗО. Вся возможная информация, это я цитирую, ответ МВД, Следкома, ответ Следкома. Вся возможная информация публикуется на официальных ресурсах. А что на официальных ресурсах? А там за прошедшую неделю Бастрыкин ровно ноль раз прокомментировал события, произошедшие в Чечне. На сайте Следкома фамилия Кадыров в последний раз фигурировала 21 июля, Журавель 23 мая, буквально, проглотили видео с преступлением. Но нет. На самом деле, Собчак или ее команда, кто этим занимается, не доработала. Или она специально прикрывает Кадырова и всю остальную шайку. Смотрите, База, телеграм-канал База, который тоже иногда фейкометит, но здесь это похоже на правду. Читаем. Полиция. Не Следком, а полиция. Полиция закончила проверку по избиению Никиты Журавеля. Как стало известно, МВД вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Все дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности по закону за подобные преступления ответственные лица, достигшие 16 лет. О, божечки, да кто бы мог подумать-то такое? Ну не мог же я в самом деле неделю назад вам рассказать, что раз ему 15, то ему ничего не угрожает. А теперь интересное. Вот это вот даже для меня это это не то, к чему я был готов. По информации проверку случая с избиением в СИЗО Грозного начали еще 18 августа. Помните, да, это полтора месяца история тянется. видео появилось совсем недавно и Адама стали поддерживать отец, дядюшки и все остальные, Адам Делимханов. Все сказали, мы молодец, вот все бы так мужики поступали. Ну вот это вот вся история свежая. Но полтора месяца назад сам Никита Журавель написал заявление, что да, меня избили, мне нужна помощь, спасите меня отсюда. И тогда был вопрос вообще, что это такое? Распространялись разные слухи, которые сейчас оказались недостоверными. Так вот, 21 августа после того, как об избиении написали в СМИ, в следком пожаловался Иван Матвеев. В своем заявлении он ничего не написал про Адама Кадырова. Матвеев просил возбудить дело на сотрудников СИЗО-1, которые впустили в закрытое помещение посторонних и допустили избиение Журавеля. Ну, то есть, это довольно грамотный юридический ход. Вследком Матвееву ответили, что передали проверку в МВД. Заявитель не согласился, обжаловал передачу в прокуратуре. По словам Матвеева, он намерен пойти дальше, написать заявление ФСБ, по мнению мужчины, в деле Журавеля. Налицо коррупционная составляющая, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления. То есть, смотрите, что получается. Полтора месяца назад кадыровская бригада приходит в СИЗО к Журавелю и его жестоко избивает. Начинается проверка благодаря некому Ивану Матвееву. Проверка показывает, что да, каких-то всиновцев можно наказать и то слегка, ну, грубо говоря, там, премии лишить, максимум в отставку отправить пару человек. Ничего им не будет за это. А самого Кадырова, младшего, старшего, всех остальных, им ничего не грозит. Пацану 15 лет. А младшему сыну Кадырову 15 лет. Он еще не совершенно летний. Уголовная ответственность по этим уголовным статьям наступает только с 18, по каким-то с 14, по каким-то с 16, по каким-то с 18. Побои на религиозные почвы, по мотивам религиозной неприязни, она только с 16 или 18 лет. Сейчас он понял, я безнаказан. И они решают плюнуть, моя оценка, плюнуть в лицо всем россиянам. Ха! Мы нашли лазейку в законе, и мы можем этим пользоваться. Ну, то есть, смотрите, как вот это, с чем это можно сравнить? Вот, мразота, откровенная мразота, берет детей малолетних, в том числе, дети даже иногда похищаются, чтобы в возрасте 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет носить наркотики, запрещенные вещества, попадется взрослый, попадется даже 14-летний, окажется в тюрьме, в колонии для несовершеннолетних. Но если вы берете маленького ребенка, который даже плохо понимает, что происходит, ему вообще ничего не угрожает. Если его поймают, это же тем более неродной, правильно? Какого-то ребенка там стыбрили, вы его используете, наркомафия использует ребенка. Вот представьте, какие отморозки. Они знают, что по закону этому ребенку ничего не угрожает. Его могут поймать, и все равно отпустят. Отпустят, передадут в детский дом, откуда он сбежит, к любимым родителям, а других-то он не помнит. Ну то есть, какой уровень? Вот они нашли лазейку в законе, и они ее эксплуатируют. Мне кажется, это какие-то похожие истории, не связанные с запрещенными веществами. Но найти лазейку в законе, и сказать, вы все лохи, мне можно избивать, потому что мне 15, а вам нельзя, вы большие. Мне кажется, это... Напишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, сам факт вот такого демонстративного пренебрежения законом, он должен как-то караться, что ли? Далее в выпуске. Чубай схвастался, что у Роснано очень много денег, а теперь там найдена здоровенная дыра. Песков посоветовал всем привыкать жить в рублевой зоне. Что вас вообще волнует курс доллара? Что вас волнует? Покупайте машины за рубли, лекарства за рубли, стиральные машинки за рубли, ведь все это полностью производится в России, и курс валюты на это никак не повлияет. РГСУ разрабатывает систему социального рейтинга для россиян. Судя по всему, китайская система будет для нас цветочками. В Казани отобрали младенца у семьи. Россия возвращается в зерновую сделку уже с 5 октября. Порты Украины возобновили прием судов для экспорта зерна. Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. В больнице Верхней Пышмы заканчиваются педиатры. Роскомнадзор заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года. Итак, губернатор Ставропольского края Владимиров в Совете Федерации пожаловался на никому не нужные предписания надзорных органов и призвал не давить на местные власти. С ним согласились сенатор Валентина Матвиенко, которая объяснила многомиллиардные штрафы для региональных предприятий трухой в голове. Значит, что такое никому не нужные предписания надзорных органов? Ну вот есть, я сейчас в отъезде, в полевых условиях делаю для вас ролики. Еще раз призываю, пишите комментарии, ставьте лайки. Приеду я домой. Одна из первых вещей, которые буду делать интервью. Будем поднимать тему, в очередной раз поднимать тему. Мусорная свалка посреди рисовых полей станица Полтавская, Краснодарский край, Кубань. Давайте просто не будем выносить никаких предписаний. Давайте забудем об этих нормативах, что в рисе не должно быть ядохимикатов, что в рисе не должно быть свинца, ртути, селена, там, висмута, мышьяка. Да пусть жрут же. Пусть жрут что угодно, что подряд. Вот на таком уровне. Это штрафы, не просто штрафы, это штрафы за что-то. Если это многомиллиардные штрафы, значит, там должны быть серьезные нарушения. То есть, смотрите, когда приходят проверяющие, вымогают взятки, выносят штрафы, которые банкротят предприятие. Ну, то есть, есть вещи, которые недопустимы, которые должны быть переработаны. Но сами по себе штрафы, когда есть нарушения, когда капиталюги гонятся за прибылью и плюют на экологию, на безопасность сотрудников, на безопасность клиентов, потребителей, покупателей. Ну, знаете, как это выглядит? Как это называется? Губернатор, договорился с олигархами, что он их будет защищать, а они будут ему на какие-нибудь оффшорные счета платить денег. Вот так это выглядит. Конечно, доказательств у меня нет. Доказательства должны быть у ФСБ, у Росфинмониторинга, у других структур. Только они почему-то об этом помалкивают. Стендап-комик и актер Александр Незлобин, уехавший в Лос-Анджелес после начала спецоперации, по-моему, он даже раньше уехал, дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой, в котором рассказал, что ему предложили вернуться в Россию и покаяться, чтобы его брата выпустили из колонии. Брата-комика, бывшего начальника управления культуры Полевского Свердловской области, члена Единой России Максима Незлобина, в мае 22-го года приговорили к пяти годам колонии. Суд признал его виновным в мошенничестве. Цитата дальше комика Незлобина. И вот в день рождения моей дочери в 4 утра звонит адвокат и говорит «Я все придумал, Александр. Действуем в рамках закона. Ты летишь в Екатеринбург. Я тебя встречаю на границе. Везу тебя лично на автотранспорте. Мы даем пресс-конференцию. Ты говоришь «Родина в опасности, я покаялся». И все будет хорошо. «Ты всей семьей летишь. Я за тебя головой отвечаю. Брат выходит. Ему заменяют срок на условный. И у тебя появляется еще один брат», рассказал Незлобин. Незлобина пообещали вернуть на российское телевидение и повысить ему зарплату. Незлобин сказал, что отказался от предложения. Судя по всему, российская власть очень хочет возвращать на родину уехавших. Показать, что общество в едином порыве обожает Путина, поддерживает все решения касаемо спецопераций, что наша политика никогда не была такой эффективной, мы готовы терпеть лишения и все, что угодно. И, конечно, это американцы нам все дороги раздолбали, в подъездах нас ссали и все остальное. Причем в администрации президента, как отмечается, видимо, есть раскол. Тот же Даня Милохин прилетел в Россию и он, как одна из самых медийных ярких фигур тиктокеров, очень известен, мог бы быть символом, что молодежь до 20-25 лет, вот они все-таки не злобен, это уже поколение где-то 35-40 лет. А это вот самое юное поколение Милохин, это вот для школьников, для студентов звезда и авторитет для некоторых из них. В итоге вышло Мизулина младше, долбанули его, значит, по всей строгости, хотели возбудить какие-то уголовные дела, отправить в армию, все дела, он сбежал, сейчас в Арабских Эмиратах, и вот сегодняшняя опять новость, что Милохин получил, попал в розыск, его разыскивает военкомат, потому что ему пришла повестка, по повестке никого нет, ужас. Вышел в эфир папа, папе, кстати, сделали кучу проблем с законом, я напоминаю, да, многодетный отец, кучу детей взял приемных из детдома, сейчас у него закрыли магазин, короче, ну, долбят его проверками. Валентина Ивановна, вот этого мелкого предпринимателя защитите от проверок, многодетного отца, которому теперь нечем накормить, обуть, одеть своих детей, но пока что есть еще запасы какие-то, его лишили, средств существования, доходов его лишили. Так вот, отец сказал, что это фейк, пока что никаких повесток не было, никаких розысков не было, и это журналистские сплетни. Но сам факт показателен. Какая-то часть политиков пытается возвращать сюда в Россию наших медийных лиц, не злобенно говорят, мы твоего брата отпустим, лишь бы вернись в Россию. Но это шантаж называется, это шантаж брата в тюрьме используют, ну, как заложника, видимо, да, как заложника, наверное, это надо квалифицировать. Милохина этого пытались вернуть. А кто-то помешал. Одни башенки Кремля говорят, пусть все к нам вернутся, другие башенки Кремля говорят, не-не-не-не-не-не-не-не. У нас тут очищение России от либералов. Сотрудник ООО Газпромпроектирования в Кстово набросился с топором наследователей и оперативников ФСБ. У силовиков появилась пара вопросов на тему финансовых схем. Они пришли в офис и вежливо попросили всех подготовить документы, а сами принялись проверять коммерческую деятельность. Инженер Евгений 40 лет, инженер с высшим образованием. Защищая честь и достоинство компании Газпром проектирование. Дочка Газпрома. Схватил припасенный под столом топор, накинулся на следаков, чудом его удалось скрутить, избежав жертв. Женя уехал в наручниках, объяснить свои мотивы так и не смог. Что-то мне подсказывает, что Женя в Газпроме был как-то связан с воровством, возможным воровством средств и слегка перенервничал, потому что я не могу себе представить, чтобы у инженера, проектировщика в проектном офисе просто так валялся под столом топор. Газпромовцы против ФСБшников, чем не заголовок. В Кировской области прокуратура добилась возврата незаконно приватизированного областного имущества двух зданий и земли в центре Москвы. Теперь вопросы у следствия возникнут к тем, кто выводил объекты бывшему премьеру Чурину и бывшему облпрокурору Журкову. О как! У каждого региона, ну почти у каждого в Москве есть автомобили и какие-то представительские здания или помещения или здания. То есть прилетает в Москву какой-нибудь губернатор Сахалина, а у него уже готов офис, помощники, как будто он к себе домой приехал, чтобы удобно было в Москву летать все время по делам, на всякие форумы, конференции, встречи проводить там и так далее. На мой взгляд, это безбожная отрата денег. Ну да ладно. Еще более мразотное действие, когда эти государственные объекты продаются в частные руки. Зачем нам это? Ну то есть я бы из этого сделал какие-нибудь может быть школы, поликлиники, дома культуры, дворцы пионеров, дворцы творчества. Они это продают под офисы на уже не губернаторские, а какие-то частные. Я напоминаю, что за последний год рекордный за десятилетия вал пересмотров итогов приватизации, это один из них, когда уже проданные объекты вдруг забирает назад себе государство. Спасибо прокуратуре, что она этим занимается. жаль, что все это выглядит как показуха, потому что если делать эти вещи по-серьезному, то это тысячи чиновников должны в наручниках за одну неделю оказаться. Тысячи высокопоставленных замминистры, прокуроры, федеральные судьи, региональные следаки и так далее, и так далее. Это тысячи человек, полторы, две, четыре. Это я бы понял. О, борьба с коррупцией пошла. Пока нет даже сотен за неделю. Это чепуха. Советник председателя Банка России Ксения Юдаева покинет совет директоров Центробанка, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как говорится, дождались. Вот вам показная борьба с коррупцией, вот вам показная борьба с Центробанком. Центробанк это же Эльвира Набиулина американский там шпион какой-нибудь говорят злые языки. Слухи, все слухи, все клевета. Надо же кого-то наказать, что в Центробанке такие вот колебания курса рубля допускают. О, убираем Ксению Юдаеву. Набиулину не трогаем, ее нельзя трогать. Заместителя убираем. Десять лет назад, в тринадцатом кажется году, или в каком-то там году, ее уже убирали, а потом возвращали. Так что народ наш любит показуху. Мои ролики не смотрят. Я считаю, что мои ролики может быть не самые, далеко не самые вообще профессиональные с точки зрения картиночек, звуковых каких-нибудь эффектов, визуальных эффектов. и сценарий я говорю от себя, не зачитываю, как делают профессионалы. Мне кажется, это каким-то совсем безжизненным и тупым. Но с точки зрения анализа материала, ежедневные новостные обзоры, регулярные новостные обзоры, я думаю, аналогов нет. Я не знаю просто аналогов. И я вас уверяю, если с кем-то у вас зайдет разговор о том, что идет борьба с коррупцией, что наконец-то начались чистки в центробанке, напомните людям, что это показуха. В 23-м году в России все для фронта, все для победы. Уже год идет спецоперация. В 2022-м а в 2023-м годе. В этом году в России купили 43 автомобиля Lamborghini или Lamborghini, кому как нравится, 30 машин Bentley Benchiavo, 32 Rolls-Royce Cullion и 9 Ferrari Roma. В прошлом году самым дорогим проданным компанией суперкаром стал Lamborghini Sian. Его стоимость примерно 300 миллионов рублей. Стоимость люксовых автомобилей после начала СВУ выросла примерно в 2 раза. Объем продаж снизился в 3 отметили автодилеры. Рынок живет, люкс продается, клиентов политиков не было. Доля покупателей среди сверх шоу бизнеса в общем объеме продаж примерно в 10%. все все для фронта все для победы. Десятки люксовых автомобилей за десятки же миллионов рублей по 70 по 100 по 150 миллионов просто пачками разлетаются. Цена выросла в 2 раза но продажи продолжаются. Вы прикиньте сколько они зарабатывают. Вот и Анатолий Чубай схвастался как много у Роснана денег. Его знаменитое выступление, его знаменитейшие слова на новогоднем корпоративе, где он говорил, что будет две премии и первая и вторая. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Денег очень много, их просто вот совсем много. А что сейчас? Компания Роснано предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и потенциальном банкротстве. Я даже не буду здесь все зачитывать. Роснано банкрот, финансовая дыра, бабки вделись непонятно куда. Ну, Чубайс же объяснял, что у него очень много денег. А у Роснано денег уже нет. При этом уголовное дело не возбуждают. А финансовую дыру будут закрывать, угадайте, каким образом? Правильно. За наш бюджетный счет. В бюджете наши народные деньги. И наши деньги передадут Роснано. Чтобы покрыть их долги. Это же государственная компания, правильно? Дмитрий Сергеевич Песков. Еще один гений просто, финансист. Повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. Но скорее это рудименты прошлого. конечно, это все рудименты прошлого, как вы не понимаете. На самом деле, если вы получаете зарплату в рублях и покупаете в магазине в рублях, вам должно быть плевать, что там вообще это рубль, доллар, евро, иена, юань. Это не вашего ума дела. Не, если вот телефон подорожал в два раза, потому что рубль подешевел, если там не знаю какие-нибудь повербанк подорожал в два раза, это не важно, правда? Вчера я вам зачитывал новость, к 2030 году за 6 лет российские электромобили должны быть локализованы, то есть импортозамещены на 70%, то есть даже через даже через 6 лет в российских автомобилях будет 30% это самая смелая оценка, самая надежная, надежная большая, через 6 лет будет 30% импортных покупаемых за доллары, евро и юани. Кто-нибудь дайте пескову лекарство, он забыл принять. Какие мрази, вот я готовлюсь к интервью со Стасом и как просто и один из его любимых тезисов все пропагандисты, все пропагандисты, все что-то пропагандируют, нет Стас, пропагандист это не тот, кто призывает к здоровому образу жизни, тот, кто пропагандирует здоровый образ жизни, молодец, а вот тот, кто врет, вот это у нас в России называется пропагандист. Я вот прилагаю максимальное усилие, чтобы ни в чем не врать, мне самому это не интересно, я делаю ролики в том числе потому, что я хочу знать, что происходит, я хочу знать, как оно на самом деле, я не хочу, чтобы мне кто-то мог лапши на уши навешать, я хочу переиграть всех этих чмошников, которые считают народ быдлом, я не быдло, я не дам себя обмануть, я разберусь во всем, Песков отморозок, сволочь, урод моральный, который врет россиянам, говоря, что курс рубля на нашу, курс доллара к рублю на нашу жизнь не влияет, он пропагандист, вот конкретный пример, ах да, он же это прямо не сказал, это просто, как это, рудименты прошлого, чрезмерное внимание к курсу, но это чрезмерно, ну что вы, хлеба нет, ешьте пирожные, вот это пропагандист, РГСУ разрабатывает систему социального рейтинга для россиян по китайскому образцу, студентов вуза заставляют принять участие в тестировании платформы мы, формирующей социальный рейтинг, авторы проекта предлагают связать скоринг код социальный рейтинг со снилсом, и неном, паспортом, телефоном, в докладе год назад открыто говорилось о том, что вуз намерен предложить систему не только банкам, но и губернаторам для разделения граждан на классы по полезности для государства, если ресурсов мало, нужны понятные критерии их распределения. В Китае, на удивление, система социального рейтинга почти не вызывает никаких скандалов, споров, потому что там как-то люди живут и они этого почти не замечают. То есть, если посмотреть блогеров, которые рассказывают про Китай, ну как-то почти это есть, но на жизнь это почти не влияет. Если ты не делаешь каких-то там очень ярких поступков, то тебя система особо-то и не заметит. Ну то есть, китайская система это большая история. Но в Китае хотя бы более-менее какая-то социалистическая политика. В России, я уверен, эта система социального рейтинга будет привязана только к одному параметру. Любишь Путина или против Путина? Все. Средняя пенсия в России в 24-м году составит 23200 рублей. Составил, заявил глава Минфина РФ Антон Германович Силуанов. Друзья, напишите, сколько у вас пенсия. Вот тут сообщают 23000. 23000 рублей. Средняя пенсия. Напишите, сколько у вас. учитывая, какими темпами все дорожает в магазинах. В Чигирях в Амурской области подмыло дорогу, по которой ходит автобус. Прокуратура Благовещенского района начала проверку в связи с провалом грунт на улице Промышленной в Чигирях. Друзья, я каждый ролик буду вам это рассказывать. У нас в стране жуткий беспредел. Жуткий бардак. Не проходите мимо бардака. Хотя бы жалуйтесь. Потому что есть хоть надежда маленькая, что в какой-то локальной точке справедливость восторжествует. Во многих регионах у нас внедрена система гарантий. То есть сделал дорогу, ты бесплатно ее ремонтируй в течение нескольких лет. Гарантийный ремонт. За свой счет. Плохо построил, ремонтируй. Не думайте, что вот вы видите раздолбанную дорогу. Ну наверное мэр знает. Прокурор знает. Нет. Вот вы напишите им. И когда они сделают вид, что да нет, мы ничего не замечаем. Вот тогда вы будете знать. Мошенники, лжецы, прохиндеи, все что угодно. Вы сначала напишите, а потом вы будете о них плохо судить. Элиста. О, друзья, это нам прислала подписчица, наша активистка. Провести работу по укреплению участка дороги, на что пожаловались, не представляется возможным в связи с отсутствием строительного бута и щебня в подведомственных учреждениях. При приобретении жителями строительного бута администрация города и листы готовы выделить технику для его планировки и укатки. Что? Мы, говорит, кто обязан чинить дорогу, у нас нету бута и щебня, но если вы, жители, людишки, если вы копите, то мы вам дадим рабочих, которые это все разровняют. Я надеюсь, что мы этот диалог продолжим. Направим депутатский запрос в прокуратуру, чтобы из чиновников спросили, во-первых, как они могут просить жителей что-то купить, во-вторых, где ваш щебень и бут. Ну, как бы, я считаю, что здесь состав уголовных преступлений. Честное слово, мне самому хочется пойти отучиться и на юриста, и на экономиста, чтобы лучше во всем этом разбираться. или, знаете, как это, профессиональные обзоры новостей, я зачитываю какую-то историю, тут появляется какой-то из наших экспертов, там, Михаил Делягин рассказывает, насколько это вообще там допустимо, по другому вопросу, другой какой-то эксперт комментирует, потому что, ну, слишком много вопросов к российской власти, не опять основа, куски потолка упали на студента в общежитии номер 21 Санкт-Петербургского госуниверситета на Ботанической улице в Петербурге, Санкт-Петербургский госуниверситет это один из лучших вузов страны, это топовый вуз, есть МГУ, Московский госуниверситет, есть Санкт-Петербургский госуниверситет в северной столице, и там в общежитиях отборным лучшим ребятам страны на голову падает кусок потолка, забота о детях зашкаливает, я прям вижу, ну, по секрету скажу, эта федеральная резервная система мешает чинить потолок, Ротшильды провели специальную встречу, чтобы своровать у россиян весь щебень для ремонта дорог, пока мы не разберемся с ФРС и Ротшильдами о безопасности на дорогах и безопасности в общежитиях студенческих думать забудьте, просто забудьте. в Благовещенске на улице Нагорной треснула стена в многоквартирном доме, введен режим чрезвычайной ситуации. Ну, а чё? Нормально. Посреди стройплощадки дом на Льва Толстого продали вместе с жильцами, ну, то есть, вот, идет работа, идут строительные работы, и стоит домик из нескольких квартир. Его продали вместе с жильцами, незаконно, случайно, говорит такой, случайно. Вы верите в такие случайности? Даже такие случайности вообще-то за причинные места на забор подвешивают. Кузюки, поменяйте нам администрацию, мэру наши проблемы безразличны. Жители Златоуста обвиняют мэрию в коммунальной катастрофе, город разваливается на глаза. Златоустовский микрорайон, Машзавод дружно собрался для записи коллективного обращения главному федеральному инспектру Челябинской области Денису Чернятьеву. Люди массово жалуются на коричневую воду из кранов, срыв отопительного сезона. Местные власти довели городское хозяйство до катастрофического состояния. Кузюки, спасибо вам, молодцы, боритесь дальше. Друзья, вообще-то у нас коммунальная катастрофа, вот она с каждым днем все ближе. И как вообще зима, как страна переживет зиму, я с трудом себе представляю. Бастующие сотрудники Читинского ДМРСУ начали получать зарплаты. Сотрудники объявили за бастовку и за задержки зарплат. 19 человек самых активных уже получили деньги. Прям новость специально для моих обзоров написана. Кто активнее бастует, тем быстрее дороги чинят, остановки ставят, детские сады строят и зарплаты выплачивают. Перестаньте быть удобными для чиновников и депутатов. Перестаньте подстраиваться, прогибаться под эту систему. Вы здесь власть, вы здесь источник власти по нашей Конституции. Почувствуйте это, объединяйтесь. Брадийские комитеты, профсоюзы, домоуправления, потребительские кооперативы, народные дружины и все остальные законные легальные формы самоорганизации. В многострадальной сельской школе в Бурятии начал протекать потолок и появился запах. Жители кабанского поселка Клюевка рассказали о плачевном состоянии местной школы, которая открыта была всего год назад, в сентябре 2022 года. И теперь оказывается, что она была построена, простите, из говна и палок. И на детей льется дождь, растет плесень, то есть дети всем этим дышат, запах распространяется соответствующий. Не, ну пока мы агентов Ми-6 в стране не зачистим, нормальную школу построить вообще невозможно. Вообще. Единая Россия проведет 600 просветительских мероприятий к 30-летию Конституции РФ, сообщают ведомости. Также Единая Россия намеренно организует серию разговоров о важном для школьников 10-11 классов и лекции для студентов вузов по теме Конституции РФ с участием депутатов всех уровней сенаторов, губернаторов, секретарей региональных отделений партии и юристов. Блин, вот дай бог сил, дай бог времени. Хорошо бы для наших школьников подготовить прям видео инструкцию как взорвать мозг училки. Школьники такое любят. Просто задавать неудобные вопросы. Вот что написано в Конституции, а вот что у нас в реальности происходит. Мария Петровна, как вы это можете объяснить? Все псевдопатриотический заверательский разговор о важном сорван и дети знают, что если ты доверяешь этой власти, у тебя будут большие проблемы. А если ты активный гражданин, если ты эту власть держишь в тонусе, то есть какие-то шансы, есть какие-то перспективы. Вот друзья, кто хочет с этим помочь, переходите в телеграм-канал, заходите в бота, пишите, там есть раздел специальный, хочу в команду. И в анкете прям там укажите. Вот хочу помочь вот с таким обзором. Прям из Конституции самые яркие вот такие моментики бы выписать, а я бы их потом как-то обыграл. В Забайкалье отменили решение о сокращении заучей сельских школ. То, что мы обсуждали вчера, власть хотела сократить заучей за какие-то смешные деньги. Все это отменили. Судя по всему нас развели товарищи. В этом выпуске уже обсудили показная борьба с коррупцией, показное прославление Конституции, показная значит, Песков про курс рубля, что-то там параллельная реальность у него. Федерация профсоюзов направила обращение в адрес губернатора, председателя законодательного собрания Юрия Кона, депутатов Госдумы, Гурулева, Скачкова, сенаторов, Байра Жанцова, Сергея Михайлова. В результате, из-за их непримиримой позиции, все это отменили. Во-первых, так быстро эти дела не решаются. Во-вторых, при чем тут Гурулев, человек, который отвечает за оборону и школьные учителя в Забайкальском крае. Еще за чепуха такая. Судя по всему, вся эта история изначально была туфтой, которую придумали, чтобы рассказать. Вы посмотрите, какие наши профсоюзы-то независимые. Защитили заучей, грудью встали в помощь им. Мало не показалось этим чинушам. Непримиримую позицию так проявили, что больше с нами связываться никто не посмеет. Ну, что-то в таком ключе. Выводы делайте сами. Мне кажется, что это какая-то история, история попахивает чем-то не тем. Руководство Московского ФИСТЕХ, один из лучших вузов страны, ввело изучение китайского в качестве второго обязательного иностранного языка. Его должны будут учить все студенты, владеющие английским на уровне не ниже С1. Изучил английский, изучай китайский. В принципе, это хорошо, что бесплатно можно овладеть еще языками. А в части суверенизации плохо, потому что все-таки хорошо, когда можно выбрать язык. Кто-то учит английский и турецкий, английский и арабский, английский и китайский, английский и японский, английский и французский. Потому что мы будем строить электростанции атомные в Африке или добывать уран в Африке. в Африке распространен, например, французский язык. Знание французского нам тоже нужно. А с Китаем мы что будем делать? Ну, то есть китайский язык мы в Китае электростанции строим, не строим. Они сами строят. И уран мы там не покупаем и не добываем. Нет. Китайский язык нужно знать, если наши ребята будут работать на китайские корпорации или вникать в их китайскую документацию. Что говорит о нашем подчиненном положении. Вот это простая логика, которая меня ставит в тупик. Очередная история по отбиранию младенца происходит прямо сейчас в Казани. Мать ребенка получила трагическую новость о смерти своего отца. На следующий день, гуляя одна с ребенком, зашла в магазин и купила себе бутылку пива, ну, типа снять стресс. Картина не очень, однако следует отметить, что сухого закона для родителей в нашей стране нет. Прохожая увидела маму с пивом и коляской вызвала полицию. Полиция выехала предотвратить преступление. Маму доставили в отделение и отобрали ребенка. Женщина пыталась отбиваться, защищала свое дитя и теперь квалифицируется как сопротивление полиции применение насилия в отношении полицейского. Да, по закону нужно раздавить материнский инстинкт и отдать свое дитя, а не сопротивляться. Уже пять дней родители обивают пороги и не могут забрать ребенка. Ни маме не отдают, ни папе не отдают, ни бабушке документы на руки тоже не дают никакие. Удивительно почему родители ждали пять дней прежде чем все-таки начать жаловаться. Как только эта история полетела в СМИ, я еще не успел о ней рассказать вам, уже есть результат. Ребенка отдали, но в плохом состоянии. Шишка и синяк на голове, что-то непонятное с ушами, под мышками тоже синяки, под подгузником все красное, царапина, руки сколоты, следами уколов и опухшие, состояние ребенка странное, неестественное, заторможенное. Врачи отказывались фиксировать эти травмы. Родители вызвали в больницу полицию, скорую помощь для освидетельствования. Полиция отказалась ехать. Скорая надолго заперлась с сотрудниками стационара. Теперь понятно, почему врача вчера ребенка не отдавали и вынужденно показывали только в помещении с закрытыми жалюзями. Практически в темноте очень быстро родители выставили из палаты. То есть ребенка отдали каким-то живодером. Ему поставили какие-то уколы, медицинское вмешательство без ведома родителей. А врачи отказались это фиксировать. Типа сделаем вид, что ничего не было. Я призываю в Советственный комитет и Генеральную прокуратуру взять это на контроль. Понимаете, вот я убежден, что изменение ситуации в нашей стране начнется когда? По первому каналу программа время будет начинаться каждый день. Арестован человек, который три месяца не платил зарплату. Ему грозит пять лет лишения свободы. Арестован человек, который пытался незаконно изъять ребенка по беспределу. Ему грозит семь лет. арестован человек, построивший школу, в которой через год протекают потолки со страшной силой. Ему грозит там десять лет. Арестован там полицейский, который закрывал глаза на преступление. Ему грозит столько-то. И вот понимаете, не за навольнятами бегать, а за реальными преступниками, которые разрушают нашу страну. родители в Прикамье поставщик масла в детские сады оштрафован на 350 тысяч рублей за множество нарушений. ООО Ильинская коровка была проведена внеплановая проверка. Результаты показали творог и сливочное масло делали из продукции несуществующих фантомных предприятий и в антисанитарных условиях. То есть, в принципе, массовые отравления детей берутся вот отсюда. Сколько стоит массово отравить детей? 350 тысяч рублей. Никакого уголовного даже условного срока не положено. В двух школах Нижнего Тагила зафиксирована вспышка менингита. В соседних школах номер 40 и 69 расположенных на гальянке зафиксирована вспышка менингита. Из-за этого учащимся данных образовательных учреждений запрещено посещать спортшколу Юпитер. У нас по всей стране вспышки корь, менингит, коронавирус, грипп, коклюш, сибирская язва, массовое отравление. Казалось бы, при чем здесь два года сидения на карантине? Казалось бы, при чем здесь иммунитет, которому не на чем тренироваться? Казалось бы, при чем здесь здоровье школьников, которые не дышат свежим воздухом, потому что на улицу выйти просто запрещено? Может быть, это как-то все взаимосвязано? Нет, Минздрав, Роспотребнадзор такими вещами не интересуются. Вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для детей от 6 до 11 лет, могут обновить после завершения актуализации вакцин спутник, сообщил ТАСС, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии микробиологии имени Гомолея, Минздрава, Россия, Александр, Гинсбург. Ну, от 6 лет. Вашему ребенку есть 6 лет? Вы же ленитесь, правильно? Вы не идете к врачу. Вы считаете, что справку не надо получать и так пройдет, да? Ну, ничего, ждите еще. Ждите. Придут и уколят и только потом, через неделю, через две вы об этом узнаете. Когда ребенка потребуется везти в больницу, что-то он какой-то бледный, что-то он как-то немножко странно себя ведет. В больнице верхней пышмы заканчиваются педиатры, к ним практически невозможно попасть на прием. Каждому специалисту приписано по 1000-1200 детей. В Минздраве говорят, что все ставки заняты, больше врачей вам не положено. Ну, короче, картина маслом. Это происходит по всей России. Спасибо родителям верхней пышмы, которые хотя бы пытаются, объединившись, пожаловаться и что-то добиться. Если будут двигаться дальше, дадут им еще врачей. Дадут. Никуда не денутся. Правительство РФ спрогнозировало обвал рождаемости в стране до уровня начала 19-го века. Число рождений детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года. Ну, короче, Россия вымирает. Правительство считает, что все нормально. Ничего страшного. Зато меньше пособия придется выплачивать. Мужчину в Старом Осколе забили насмерть у торговой точки, куда мэр собирался отправить учителей для охраны порядка. То есть, смотрите, есть точка и жители уже жалуются, что там просто опасно. Там какие-то пьяные, там какие-то мигранты, там какие-то криминальные элементы. вместо того, чтобы направить туда полицейские патрули, рядом поставить там какую-нибудь будку участковую или опорный пункт полиции сделать напротив, отправим туда учителей. Нам же учителя, врачи, они же не для детей. Они разнорабочие, рабы системы. Пусть учителя доиграли, что там насмерть забили человека. Нормально. Нормально. В Уфе полуголый узбек ворвался в общежитие медицинского университета, напал на местных студентов. Если бы он был вооружен, он бы просто всех там переубивал. То есть системы охраны никак не среагировали. Он проник в общежитие. Ну это дайте. Кого волнуют эти проблемы? Проблемы индейцев шерифа не колышет. Правильно? Как это говорилось в классике. Правильно. На позитиве. Чего ты, Павлик, слишком много грустных новостей рассказывает. Давайте весело к этому относиться. Смотрите. Водитель автобуса в Сургуте прервал поездку на 40 минут, чтобы сделать намаз. То есть люди на работу едут, на учебу едут, по каким-то важным делам, записаны к врачу. На 40 минут дольше они едут. Зато у нас в России уважают ислам. И любой водитель может спокойно остановиться и исполнить свои религиозные потребности. 40 минут. Я думаю это позитивная новость. Я думаю в России полно позитивных новостей. Давайте посмотрим следующую позитивную новость. человек сделал карьеру. Человек простой человек делает карьеру. Депутат Адлер Туркменов после большого общественного резонанса был исключен из партии Справедливая Россия за пещерную русофобию. Теперь спустя два года этот ценнейший специалист не затерялся в многонациональной стране а вырос до заместителя министра по делам национальности Карачаева Черкесии. Замминистра КЧР по делам национальности массовым коммуникациям. Сегодня 1 октября именно в эту дату русские истребили Ногайскую орду под командованием Суворова убийцы тюрков русские уничтожили беспощадно сотни тысяч Ногайцев до сих пор Суворов не понес ответственность за это преступление за это преступление это министр замминистра замминистра по коммуникациям за это преступление захожу на википедию мне вчера после процедуры не спалось я в 2 часа ночи читал на википедии что же такого этот незаменимый специалист там про Суворова то такое интересное рассказал оказывается Ногайская Орда прекратила свое историческое существование за 100 лет до рождения Александра Васильевича Суворова Суворов родился через 100 лет когда Ногайской Орды не стало он никакого отношения к его крушению не имеет это просто пещерный русофоб который готов выдумать любую береберну лишь бы сказать что русские плохие должны каяться и платить ему дань потому что он нагаяц он достойный человек и русский язык это вообще не надо знать потому что это язык вот этих оккупантов Башкирия мультфильм созданный 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 при участии губернатора я думаю это пробитие нового дна нет я же обещал хорош это хорошая новость друзья Мэш пишет что Даню Милохина так это я рассказывал мэр Воркуты Рослав Шапошников ушедший добровольцем в зону спецоперации заявил РИА новости что возглавит добровольческий отряд Печора из уроженцев Коми в составе добровольческой казачьей бригады Сибирь короче простые бойцы спецоперации криком кричат о том какие у них проблемы их никто не слышит а вот мэр который оказался в зоне боевых действий у него берут интервью с ним общается к нему прислушиваются ну короче чувствуете да чувствуете какие герои у нас на фронте там вообще в американском Белом Доме утверждают что имеют возможность оказывать финансовую поддержку Киеву в течение еще двух месяцев оказание Вашингтоном помощи Киеву вероятно позволяет не допустить более широкого конфликта с участием вооруженных сил США уточняют представители Белого Дома ну вот вокруг украинского вопроса на западе обостряется конфликт разные элитные группы пытаются сыграть свою игру и кто-то говорит продолжится финансирование кто-то говорит не продолжится финансирование посмотрим посмотрим чем это закончится вот уже первый позор подъехал Россия возвращается в зерновую сделку пишет канал это еще не конец это их такая инсайдерская информация вариант черноморская инициатива с гарантиями Анкара Киев Анкара Москва состоит из трех пунктов первое беспрепятственный вывоз украинского зерна и подсолнечника беспрепятственный вывоз российского зерна и подсолнечника кстати удобрения в сделку не вошли хотя мы рассчитывали на поставки удобрений вывоз горюче-смазочных материалов из портов РФ в обмен на поставки ГСМ по морю из портов Евросоюзов три порта Украины то есть ради того чтобы российские олигархи продавали нефть бензин Украина сможет покупать нефть и бензин вы говорите все для фронта все для победы но если эта информация верна это блин какая-то государственная измена оперативную координацию осуществляет Роман Абрамович Турция все это гарантирует под 12% своей выгоды Совбез это все дело якобы поддержал подключение к Свифту обсуждать невозможно вместо этого Турция будет через себя все денежные потоки проводить короче российские требования никто не исполнил Украина получила что хотела вообще-то это ну сами придумайте как это обозвать все три ключевых черноморских порта Украины возобновили прием суден для экспорта зерна пишет Bloomberg крупнейшая судостроительная компания Нидерландов Дамин подала в суд на правительство страны потребовала возместить убытки понесенные из-за санкций против России они строили очень крутые яхты для российских олигархов а теперь у них проблемы и поэтому они требуют чтобы правительство выделило им компенсировало им убытки российские власти хотят создать механизм поставок мазута ряду регионов энергетика которых зависит от этого топлива о только сейчас правительство вдруг очухалось и подумало а давайте мы все-таки как-то нефть дадим вот этим регионам но сначала договорились торговать нефтью с Европой по зерновой сделке вот это вот фигня вся то что я вам сейчас зачитал и только после этого давайте подумаем о россиянах это уровень это уровень уровень ниже плентоса Казахстан перестал пропускать в Кыргызстан российский горючий смазочный материал вот это вот интересно казахи-то с одной стороны долбанули по российским поставкам с другой стороны долбанули по киргизским покупателям в Кыргызе может сейчас начаться большая буза как стало известно коммерсанту в правительстве подготовили в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепроработки связанных с переполнением хранилищ транснефти а вот это я вообще не понял ребята почему у вас дизельное топливо настолько дорогое если у вас уже сейчас хранилища переполнены если у вас полны хранилища но вы людям раздайте это дизельное топливо они бензобаки себе зальют полные впрок так сказать впрок не будут по 10 литров покупать впрок зальют нет ни хрена я вот от этих всех новостей просто волос на голове шевелится Сергей Гуриев либерал экономист беглая мразота как я его про себя называю уж извините я в последнее время много ругаюсь один из авторов санкций в отношении России рассказал что в машинах с российскими номерами в Европе обнаруживают огромные партии технических компонентов которые в России используют в военных целях в избежание их вывоза в Евросоюз было принято решение ограничить европейскими номерами вот еще один долбанный лжец и пропагандист почему об этом не заявили официальные европейские чиновники две недели назад что вы теперь-то подкладываете соломку когда уже упали это чепуха если были бы случаи обнаружения хотя бы одного автомобиля битком набитого какими-то там компонентами где-то громкое разоблачение репортаж оперативная съемка задержание нашли шпионы все теперь ему кирдык капут где-то все ау вы что хотите сказать что русские не смогут найти другую машину в аренду взять и также затарить ее заполнить ее какими-то вот этими там микропроцессорами для производства беспилотников что российские чиновники что либералы считают россиян дебилами которым можно любую чепуху впаривать Роскомнадзор заблокирует все VPN сервисы с 1 марта 2024 года на самом деле это громкая новость которую сейчас многие обсуждают она она не соответствует действительности это слишком громкий заголовок есть некий законопроект по попытке отрезать россиян от инстаграма и фейсбука но на самом деле технически чтобы это осуществить нужно будет заблокировать магазины приложений App Store и как он там Google Play это скорее всего невозможно скорее всего это невозможно поэтому мечтать не вредно вредно не мечтать как телеграма не блокировали блокировали так и не заблокировали если VPN будут заблокированы то другими механизмами не через магазины приложений а напрямую через доступ к определенным портам шлюзам как-то там все называется в интернете ФСБ разработала проект который обяжет организаторов распространения информации хранить и по запросу выдавать диалокации средства платежей пользователей вот это прекрасная новость чудесная новость то есть при желании наши ФСБшники смогут легко отследить кто где находился в момент совершения тех или иных преступлений у меня вопрос вот у нас на каждом углу повесили видеокамеры на каждый подъезд внутрь подъезда значит на столбах на парковках у каждого кафе везде куча камер насколько меньше стало преступности вот я не очень понимаю власти Эфиопии инициировали антикоррупционное расследование в отношении руководителя ВОЗ Тедроса Атханома Гебрейсуса который является гражданином страны утверждает Блумберг со ссылкой на утечку документов вот это реально хорошая новость выяснилось что перед избранием на должность главы ВОЗ в двадцатом году его обвиняли в растратах и сексуальных преступлениях Гебрейсус назвал эти заявления частью клеветнической кампании оказывается Гебрейсус-то наш пропагандист масок вакцин перчаток всего остального вон и в чем замешан-то был посмотрим чем закончится его уголовное преследование НБС Ньюс такого в истории еще не было палата представителей только что проголосовала за отставку своего спикера считайте как в России Володина отправили бы в отставку короче такого не было вообще никогда в истории сто лет назад в 1910 году одного пытались отправить в отставку но не вышло сейчас отправили в отставку у американцев политический кризис видимо с прицелом на следующие американские выборы которые состоятся через год набирают обороты чем это закончится вообще непонятно в Подмосковье начали страховать жизнь и здоровье волонтеров соответствующий закон Мособлдума приняла еще в июне но постановление правительства региона выше только теперь сумма страховки 250 тысяч рублей то есть если волонтер убирал мусор помогал деткам и вдруг ему на голову упала сосулька и он умер его семье выплатят 250 тысяч рублей я думаю это прекрасная новость которая заслуживает наших бурных аплодисментов ну лучше конечно чем ничего правда лучше чем ничего что думаете пишите в комментариях ставьте лайки ваша активность помогает информацию распространять жесть просто жесть берегите себя друзья объединяйтесь боритесь жалуйтесь присоединяйтесь к нашему движению постоянно что-то происходит постоянно нужна помощь нужны головы которые смотрят и мыслят в одну сторону но не одинаково очень приветствуется конструктивная критика предложение ваше активное участие до связи до встречи уже завтра берегите себя пока